Напомню, летом минувшего года специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение вредных веществ при обследовании двухэтажных домов в Усольском-2. Этот вопрос незамедлительно взяли под контроль учёные и правительственная комиссия. Откуда в воздухе появился формальдегид, специалисты выясняли несколько месяцев. И вот что показали исследования. Ни в одном из строительных материалов превышения вредных веществ нет. Уровень формальдегида увеличивается при повышенной температуре и влажности в квартирах. Поэтому сегодня принято решение переселить людей в манёвренное жильё в соседний десятиэтажный дом. И начать работать по восстановлению современной вентиляции и установке в домах систем обеззараживания воздуха. Кроме того, учёными рекомендовано обработать потолки, стены и полы детоксирующими грунтовками. В домах Вологодской серии у нас в настоящее время проживает 53 семьи. То есть, нами подготовлено 53 жилых помещения. Жилые помещения имеют статус манебренного жилого фонда. То есть, граждане будут переселены временно на период устранения вот этих всех выявленных, этих негативных явлений, которые имеются в их квартирах. Сколько времени займёт? Сколько времени займёт переселение? Ну, переселение, я думаю, это где-то неделя-две. Раз необходимо это в срочном порядке решать, работы будут проводиться. Но я не скажу, что очень быстро. К слову, переезд для людей будет бесплатным. Перевозку и услуги грузчиков администрация возьмёт на себя. Массовое переселение начнётся уже за следующей недели.